Всем здорово, друзья! Все у меня давно спрашивали, как же ты сделал такое лобби, вот такое вот красивое, с винрейтами, со всякими... Ребят, во-первых, это функция ProAccount, а ProAccount вы, в принципе, наверное, уже слышали. Покупается ProAccount на сайте iCAPA и, к сожалению, да, он стоит денег, примерно где-то 180 рублей на месяц, 180-250. И, в общем, добавляются такие функции, как там, в принципе, функции все отмечены, но самые приколюхи ProAccount того, что вы можете менять латенс до 0 латенса от 50. То есть, получается, 50 это стандарт на обычном аккаунте и, как бы, можете при покупке ProAccount ставить 25, 35, 0, то есть, как вам удобно менять, так сказать, фризы на задержку и задержку на фризы. То есть, что такое латенс, ребят, я думаю, вы, в принципе, все знаете. То есть, если у вас очень сильно фризит, то вы ставите латенс чуть-чуть побольше, у вас появляется задержка, но фризы уходят. И, соответственно, наоборот, вот на это влияет латенс. И давайте немного отступим все же к нашему ProAccount и тому, как я настроил. В общем, смотрите, заходим в наш лаунчер и в лаунчере у нас есть вот такое вот, видите, лобби. Заходим в лобби, вот тут что-то непонятно у нас высвечивается, ребят. Какие-то вот непонятные расы, команда, гандикап, какой-то вообще ничего непонятно. И, в принципе, я вам сейчас объясню. Смотрите, нажимаем превью и у нас показывается все то, как мы настроили. В общем, тут, в принципе, все понятно. Тут все расписано. Как тут добавлять что-либо? Вот смотрите, где раса, это у нас первая строчка, команды и гандикап. То есть, смотрите, вот это раса, это первая строчка, команды и вот это гандикап уже будет. То есть, как это нам что-либо вообще тут настроить? Смотрите, все просто. Допустим, мы берем вот это, убираем. Но давайте я это сохраню, чтобы мне потом не делать такое же лобби. Странно, почему-то у меня картинка слетела. Ну, не знаю, ну, наверное, ничего страшного. В общем, с черным экраном, короче, замутим. В общем, смотрите, ребят. Слетела у меня картинка, да, но ничего страшного. Вот смотрите, у нас есть первое, это винрейт, второе, статистика, win, lose, leave, потом написано, pts, 8500. Как сделать так? Все просто, смотрите. У нас первым стоит вот винрейт. Как это сделать? Ну, как это вообще настроить? Смотрите, нажимаем добавить и у нас тут есть все команды. pts, количество очков игрока, wins, количество побед, соответственно, винрейт, лузы, ливы, ранки, банки. Типа количество банов игрока у других хостов. Это все очень легко настраиваться. То есть, допустим, если мы хотим видеть, вот как у нас, то есть первое, мы должны поставить, соответственно, винрейт. То есть, получается, если мы это убираем, смотрите, у нас, видите, винрейт пропал. То есть, как нам добавить винрейт? Добавляем и смотрим в винрейте. Окей, винрейт. Также мы можем изменить цвет. Выделяем вот так вот и меняем цвет на любой цвет. Допустим, на красный поменять хотим. Вот поменяли на красный, смотрим, как будет. Смотрите, меняется цвет. То есть, вот таким образом мы можем выстраивать все наши вот эти, все наши вот эти вот приколюхи, то есть, касаемо винрейта, вот и прочие темы. Почему я сделал именно такой лобби? Потому что, ребят, есть сочетание. Я сам по себе человек такой, что я люблю какие-то вот такие вот сочетания всяких. Ну вот, то есть, золотистый. У нас проаккаунт в стандарте золотистый. Соответственно, и тут должны быть какие-нибудь золотистые, типа как вот проаккаунт. И вот должно быть как-то красиво. И вот тут у нас золотистым. Вот сейчас винрейт, ПТС написано 324. В общем, мы можем, в принципе, в этих строках написать все, что хотим. Допустим, лох. Вот так вот можем даже написать лох. И у нас тут все будет. Видите? Только оно у всех это будет написано. Лох, лох, лох. То есть, можно по-разному прикалываться. Вот, допустим, делать даже вот так вот. То есть, это все будет у нас так сохраняться. Давайте, допустим, сделать, если мы хотим сначала видеть винрейт. Потом хотим видеть ПТС. Потом видеть победы. И, допустим, и ливы. Вот, посмотрим, что у нас получается. Видите? Просто какая-то чушь получается. Но, если мы будем ставить черточки между. То у нас будет уже что-то понятное. То есть, у нас уже все вот это отделится. И будет все по кайфу. Также мы можем указать свой любой цвет. Видите? У нас уже получится винрейт. Потом, что у нас там? ПТС, вин. И, соответственно, ПТС у нас 6400. Видите? Вин 129 и 13 ливов. Также мы можем поменять цвет. Мы сейчас поменяем его. Допустим, ну, вот на... Давайте, ну, на голубой кунтиль, на зеленый. Вот. И сейчас у нас ливы будут показаны. Видишь? 0. То есть, вот так вот это все и настраивается, ребят. Также вот команды LB. То есть, вот это тут тоже можно выстраивать. В принципе, по такой же теме, как и первые моменты. И, наверное, я... Ага, nice. Странно, у меня ничего не сохранилось. Но, надеюсь, вот тут все сохранилось. Да, вот тут у меня все сохранилось. И нужно будет просто выставить мне цвета. Мне надо будет выставить цвета. А почему-то цвет поменялся. Не знаю, почему. Такое. В общем, смотрите. Я вот сейчас настрою свое лобби обратно. Цвета поставим. Золотистый. Вот тут вот эти LB, ливы, баны. Все это у нас будет бирюзовым. Вот таким вот. Нет, надо чуть-чуть, наверное, поярче. Не, потускнее немного. Видите? То есть, тут как бы, ну, вот. Вот такой вот цвет, да, у нас стоит? В стандарте, да. ПТС. ПТС. И ПТС. Вот это мы тоже в такую вот бирюзу поставим. Вот, 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 ПТС. ПТС это у нас с лотистым будет, да? И что у нас получается? Сейчас посмотрим еще. То есть, ну, вот примерно вот так вот, ребят, я и настраиваю себе. Такое же лобби, вот как у меня, вы можете настроить так. Можете, в принципе, настроить, ну, по-моему, никто из ребят, из стримеров других, не настраивал себе лобби так, как настраиваю я себе. То есть, мне вот так вот комфортно. То есть, вот тут надпись, вот это ПТС, я это уже сам добавил, чтобы не было просто, допустим, смотрите, винрейт, там, луз, ливы и просто ПТС. А я просто подписал себе ПТС, допустим, или, ну, вот, как бы вы можете с этим, ребят, как бы, ну, импровизировать, то есть, настраивать лобби, как хотите. То есть, это, ну, прикольно, ребят, вот эта тема. Ну, и, в принципе, по, про аккаунту всего, ребят, в принципе, кому эта информация, как бы, будет, ребят, полезна, обязательно, обязательно напишите свой комментарий. Была ли эта информация полезна, ребят, для вас, и как вы себе его настроили, как у меня, или как-то по-своему. То есть, вот такой вот, ребят, у нас видосик. Кто не подписан, обязательно, ребят, подписывайтесь, потому что для вас такие видосики делаю. И, соответственно, еще напишите обязательно, что еще бы вы хотели увидеть по iCAP, то есть, ну, допустим, может, как, как, допустим, капсы трансферить, или как их покупать. Я не знаю, но, в принципе, я это уже показывал, но, может, какой-то отдельный видосик я еще засниму. В общем, гайд вот такой вот на обзор своего лобби я для вас сделал. В общем, это все, ребят. Всем спасибо.